всех приветствую на моем канале в сегодняшнем видео я дам ответы на некоторые вопросы по содержанию хавортий а именно как растут и развиваются хавортий их корневая система как они себя чувствуют в гравии после выхода моего видео о посадке хавортий в гравии было множество различных вопросов по их содержанию в этом субстрате зрители волновались и спрашивали как же все-таки будут эти бедные растения расти в таком субстрате каменистом откуда они будут брать полезные вещества как будет развиваться их корневая система так вот сегодня я хочу как раз дать ответы на все эти вопросы и на примере своих растений в практическом сейчас видео показать как все это выглядит больше года спустя после пересадки этих растений гравий за это время вот такую вот корневую систему нарастили эти растения я вам сейчас поближе покажу чтобы вы видели как это все выглядит вот корневая система которая как вы видите очень хорошо разрослась она светлая здоровая видно что нету ни единого загнившего корня каких-то повреждений корни очень активно и хорошо развивается сейчас я покажу также и другие растения вот следующая хавортия посмотрите какие здоровые светлые большие корешки вот новые корешки здесь они пускают деток это растение сейчас я вам покажу с этой стороны вот здесь вот спустила деток также в центре растет маленький цветонос это означает что растение будет свисти еще одна хавортия которая как вы видите также очень активно наращивает светлые белые корешки если вы обратите внимание на темные корешки вот на этом растении центральный темный корень и здесь очень много темных корешков это именно та корневая система которая наращивалась земельном торфяном субстрате то есть как вы видите новые молодые хорошие здоровые светлые корни очень радикально позитивно отличается от тех корней которые были в земляном субстрате посадка в граве этих растений для меня также был экспериментом так как до этого я их не содержала в таком субстрате они у меня также находились земельном субстрате с добавлением различных разрыхлителей но можно сказать что корневая система никогда таким образом не выглядела она не была такой здоровой активно разрастающиеся я думаю что в данном случае позитивный результат очевиден и говорит сам за себя хочу обратить ваше особое внимание что после пересадки этих аворти я не использовала никаких стимуляторов роста также не вносила удобрений то есть это означает что такую хорошую корневую систему растения нарастили находясь просто в гравии с добавлением еще циолита конечно же это не означает что вы можете просто посадить их в граве и годами содержать в таком субстрате никаким образом не удобряет так как все таки им необходимо откуда-то брать полезные вещества поэтому удобрение нужно вносить разумно и дозированно особенно в активный период роста и развития этих растений также зрители говорили о том что возможно стоит добавить в этот субстрат песок или земляной субстрат но если вы добавите песок в такие камушки то он просто осыпется на дно и никакого смысла в этом не будет что касается земельного субстрата то я целенаправленно не хотела его использовать так как склоняясь к тому что неорганические субстраты более подходят этим растениям и еще один плюс неорганического субстрата что там не заводится различные мошки и вредители не нужно забывать что эти растения суккуленты и они очень хорошо успешно могут расти в природных условиях на каменистых породах это абсолютно никак не мешает их росту и развитию поэтому неорганический субстрат в виде гравия с добавлением циолита как видите очень хорошо подошел хавортиям и я думаю что смотря на рост и развитие их корневой системы можно сказать что они очень довольны таким содержанием я надеюсь что мой эксперимент и практический опыт выращивания хавортий поможет вам в содержании своих любимцев комнатных растений и они у вас также будут хорошо активно расти и развиваться я считаю что мой эксперимент выращивания хавортий в гравии абсолютно на сто процентов удался и результат как видите говорит сам за себя я надеюсь что я смогла ответить на интересующие вас вопросы на эту тему если у вас остались еще какие-то вопросы обязательно задавайте их под видео я всех благодарю за внимание желаю здоровья вам и вашим растениям и мы увидимся в следующих видео